Вот так сегодня выглядит центр вакцинации в этом центре семейной медицины Ваше. Еще несколько недель назад на прививку никто не торопился. Однако сегодня число желающих значительно выросло. Назар Мамад Турганбаев уже получил первую дозу вакцины, теперь хочет поставить вторую прививку. Сегодня буду делать вторую прививку вакцины «Спутник Ви». Получить вакцину, я уверен, должны все. Прививка поможет перенести заболевание гораздо легче, либо избежать его. В Южную столицу сегодня доставили очередные 2500 доз вакцины «Спутник Ви». Прививают тех, кто уже получил первую дозу вакцины, а также по показаниям. Сейчас мы вакцинируем милиционеров, сотрудников силовых структур. Большинство медперсонала у нас уже вакцинировано. 400 доз вакцины мы отправляем в районы. Поставить прививку, говорят врачи, могут все желающие. «Спутник Ви» из-за более ограниченного на сегодня количества прививают граждан из группы риска. Для остальных доступен Синофарм. До этого дня к нам обращались за прививкой примерно человек по 20 в день, но теперь каждый день более 100. Раньше мы призывали прийти сделать прививку через СМИ, но многие отказывались. Теперь началась третья волна, и к нам идут сами. На сегодняшний день в Аше привиты более 7600 человек. Однако этого пока недостаточно, чтобы минимизировать риски, говорят специалисты. «Число зараженных увеличивается, однако санитарные требования не соблюдают в ресторанах, на базарах. Мы установили санитайзеры, но люди ими не пользуются, в итоге сами болеют. Врачи в этом не виноваты». «Почему никто не смотрит на тех, кто не носит маски, не соблюдает карантинные требования? Их надо наказать». У каждого человека должна быть своя ответственность. Некоторые болеют, но думают, что болеют гриппом. А врачи говорят, что это этот вирус. Надо соблюдать карантинные требования. Среди заболевших на сегодня есть и дети в возрасте до 5 лет. В Аше таких пациентов уже более 250. Часто заболевают и молодые люди в возрасте до 29 лет. Именно их эпидемиологи призывают соблюдать все санитарные требования в первую очередь, чтобы не стать невольно разносчиками инфекции.